Здравствуйте! На телеканале «Любовь с первого взгляда» экстренный выпуск новостей. Сегодня происходит грандиозное событие, которое отмечает весь мир. 8 лет назад в маленькой прекрасной стороне Новой Зеландии, города Крачевича, познакомились с Дарьей Романчук и Андреем Дублинко. И специально для этого праздника наш корреспондент Иван Александров побывал в многие страны, чтобы передать для молодых послания от их друзей и близких. Иван, вы на связи? Иван? Спасибо, Анастасия. Мы сейчас находимся в городе Окленде. С нами Василий, и у нас есть пара вопросов к нему. К нам также присоединяются Егор и Наташа. Пожалуйста, опишите жениха с невестой. Пару итальянцев, которые съели грибы красные и потом вылазили по трубам. Здоровый мужик, наваляет кому угодно, мужественный, кривоватый немножко, красивая, ухоженная, очень хорошо выглядит, женственная очень. Короче, в кепочке, нос картошкой. Ну, они такие маленькие, такие шустрые, с усиками, с бородкой, в кепочке. Скажите, а когда вновь вы познакомились с молодоженами? В прошлый четверг. В четверг, да, было, что ли. Ну, у меня три, наверное, назад. Три недели назад. Ну, это потому что я путешествовал. А какие эмоции вы испытали, когда узнали о свадьбе? Можно сказать пару мастерков, у вас там будет пип-пуп? Экстрим, может, страшно немножко. Эмоции какие? Ну. А-а-а! Ки? Интересно. Скажите, а что вы собираетесь подарить молодоженам? Браш для пупка. Носки, наверное. Носки, естественно. Ну, просто ведь черные носки нельзя купить, которые можно пользоваться. Надо купить такие, в принципе, черные, ну, чтобы шли с костюмом. А какие чувства вы испытываете к жениху? Свежесть и чистота. Свежие, стильные, вкусные, сексуальные. Забавно. А как вы думаете, как они назовут своего первенца? Глава, глава. Глава. Дастрас Мигдра или Пафисталь? Дестани. А как вы отреагировали, когда узнали, что они женятся? Я объясню так на камеру, что я нормально отдыхаю, стою и читаю книжку. А в натуре, наверное, хочу уткнуть компьютер и звоню индусам. Злюсь очень сильно, могу по клавиатуре стукнуть. Не, не такая бы мысль. Нет, наверное, не про меня. Хотя я бы хотела, но, не знаю, наверное, пока нет. А что бы вы сделали на их свадьбе? Короче, я бы снял лимузин, снял бы девчонок и пошел куражить. Не, я бы тоже куражнула бы нормально. И потом бы пошла драйв с ругой. Куражнул бы как следует. От души вообще. Скажу честно, бесплатное пиво пил, пил. Ребята, поздравляю вас. Это будет у вас будущие годы вообще классные. Я это прошел годик назад и просто за вас счастлив. Потому что я знаю, что у вас будет впереди. Это просто круто. Поздравляю вас. Василий, спасибо за ваше время. Дорогие Андрей и Даша, поздравляем вас с долгожданным, самым важным в жизни днём. Ура! Да, дорогие наши, поздравляем вас. Желаем вам самое главное любви бесконечной. Сохраните это чувство, которое вы сейчас чувствуете до конца ваших дней. Любите друг друга, цените, уважайте. Самое главное взаимопонимание. И пусть в вашем доме всегда царит любовь, доброта, здоровье и детский смех. Ура! Мы вас любим! Горько! Ну а теперь мы на связи с вашими друзьями, которые также хотят вас поздравить. Дорогие Андрюша и Дашенька, поздравляю вас с столь знаменательным днём, с рождением вашей семьи. Желаю вам благополучия, счастья, цените друг друга, любите и уважайте. Побольше вам детишек, чтобы у вас было всегда в доме весело, чтобы детский звон наполнял ваше счастье. И надеюсь, мы скоро увидимся. Целую вас, люблю и крепко обнимаю. Дорогие мои Андрюшенька и Дашенька, привет вам из солнечного Бали. Я поздравляю вас с днём вашей свадьбы. Хочу поздравить вас с замечательным выбором друг друга. С вам самого замечательного. Безумно люблю вашу семью. Счастья вам, семейного благополучия. Много детишек, красивых и сладких. С удовольствием прилечу на них посмотреть. Люблю, целую. Привет, Даша. Привет, привет. Поздравляем тебя, мы так понимаем, уже с днём свадьбы. Желаем вам большого семейного счастья. Надеемся на скорейшую нашу встречу. Желательно, чтобы мы с Катей всё-таки побывали у тебя в гостях. Маленьких деток вам, таких хорошеньких, красивых, похожих на тебя желательно. Даша, я тебя люблю, боже, ты выходишь замуж. Господи, она свершилась. И вообще, боже мой, ты первая из нас из очарованных. Это зависть. Подожди, и ты из первой из очарованных выходишь замуж, ты понимаешь? Это замечательно. Я тебя поздравляю. Я тебя очень-очень-очень-очень-очень-очень-прессильно люблю. Я вам желаю большого, огромного человеческого счастья, тепла, доверия между вами, и чтобы всегда вы сохраняли между собой уют, понимание, гармонию, ценили друг друга, уважали, или, конечно же, любили. В общем, мы очень счастливы за вас, за тебя, за него, за всех вас. Действительно, мы очень хотели бы побывать с тобой в этот чудесный день. Мне очень-очень жаль, что у меня не получилось. Мы надеемся на скорую, действительно, нашу встречу. И... Короче, всего вам самого крутого, ребятки. Мы вас очень любим. Также к поздравлениям присоединяется президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие граждане россияне, в нашем новом году будут все желания, которые мы пожелаем. И пожелать вам всего самого того, того, чего вы пожелали сами себе. Уступление закончено. Я вас люблю, обожаю. Я готов вас всех до слез отцеловать. За нас. Владимир Владимирович, здравствуйте. Говорят, вы лично знакомы с нашим женихом? Это мой очень давний, добрый товарищ, близкий. Я скажу, что это мой друг. Вам, наверное, тяжело его отпускать от себя в семейное плавание? Я с болью в сердце об этом говорю, но это так. А вы знаете, что они с невестой сами организовали всю свадьбу? Хренас два! Объясните, пожалуйста. Я помогал ему организовывать, попросил там наши финансовые учреждения помочь в организации. А сколько вы денег выделили? 2232 рубля. Наша невеста. Скажите, что вам больше всего в ней нравится? Наверное, много талантов. Я все даже не знаю. Она яркая, интересная женщина. То есть, если бы не жених, приударили бы за ней? Безусловно. Спасибо, Владимир Владимирович. Это наш общий праздник, поэтому поздравляем и вас. И от себя хочу всех поздравить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...